Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цезарским. Наш эфир продолжает программу Радио Блог с Игорем Цезарским. Здравствуйте. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели и особенно радиослушательницы. Естественно, 8 марта. Первым делом хотелось бы поздравить тех, кто родился, женщины. Возможно, тех, кто себя таковой считает. Вот такое время у нас интересное, что трудно обозначить какую-то гендерную особенность. В общем-то, и поэтому от нас, от нашей передачи... Итак, дорогие женщины и все те, кто себя считает таковыми, ещё раз вас с праздником и с напоминанием, что, как всегда, и радиоблог к вашим услугам, и сайт continentusa.com тоже. Там всегда будет для вас и есть, и будут интересные материалы, которые стоит читать, с которых можно начинать свой день с чашкой кофе и с хорошими материалами. Ну и, кроме того, ТВ-клуб «Континент» тоже с новыми записями и всё, дорогие слушатели. Для вас, да, кстати, у нас немножечко затормозилась подписка на Телеграм, а у нас в Телеграме мы тоже публикуем все наши материалы. Так что, welcome, приходите и подписывайтесь. Ну и, кроме того, подписывайтесь на наши рассылки. В общем, будьте с нами. Хорошо, у нас такое длительное уступление. Со мной сегодня мой собеседник, мой тёзка Игорь Туфельд из Бостона. Ну и, кроме того, что он тёзка, он ещё и коллега, журналист, политолог. В общем, я думаю, что ему тоже есть что вам сказать, особенно в этот день. Игорь, привет. Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели, телезрители. Радио и прочее. И, на самом деле, ну, конечно, начать сегодня надо с 8 марта, потому что 8 марта – это день, женский день и вообще весенний день. И в Бостоне нас погода очень радует, потому что сегодня плюс 12 градусов, завтра будет плюс 13 и так далее. Всё идёт по восходящей. Но, к сожалению, в политике у нас идёт всё наоборот, в обратном порядке, всё по нисходящей. Когда у нас были холода, там была жара, а сейчас у нас потепление, а там похолодание. И начать бы я хотел с не очень приятной новости. Верховный суд Соединённых Штатов Америки, самый большой федеральный Верховный суд, отменил последний иск, который был сегодня рассмотрен и ни к чему не привёл. Основание, пока подробности не сообщили Верховные суде, уважаемые или не очень уважаемые. Но, так или иначе, информация вот эта вот существует. И, в принципе, удивляться тут уже ничему не приходится, потому что всё, что происходило до этого, предполагало, что такой вариант не только что возможен, но вероятен с большим количеством процентов. И поэтому опять в очередной раз обсуждать странные, мягко говоря, решения Верховного суда, тем более в такой праздничный день, мне кажется, неуместно. Но, с другой стороны, хочу добавить ещё и другую новость, которая, может быть, покажется более оптимистичной. Не далее, как в субботу, появилась информация о том, что в Мичигане, в одном из округов, пока неизвестно точно, в каком, вернее, как-то эта информация появилась, потом быстро исчезла. Я вот пытался найти какие-то подробности, на сегодняшний день подробностей нет. Но, тем не менее, судья в одном из округов штата Мичиган возобновил судебное слушание по делу как раз о тех же самых махинациях, но только в штате Мичиган. Так что у нас, как у древних египтян, на одной чаше весов лежат хорошие дела, а на другой плохие дела. Что перевесят, пока неизвестно. Конечно, у Верховного суда США гораздо больше вес политический и юридический, чем у графства штата Мичиган. Но, тем не менее, возможно, что с этого поворотного момента, я бы сказал, потому что это действительно важный момент, начнутся какие-то изменения. А в остальном, как пел Тесов, прекрасная маркиза, все то же самое. Ну, конечно, есть еще кое-какие новости, о которых тоже стоит поговорить. Например, замечательная поправка, которую собираются сейчас принять демократы в Сенате о выборах. Ну, это вообще, так сказать, дорога открыта в светлое будущее на долгие лета, по крайней мере. Я уж не хочу говорить на века, но на лето точно. Потому что вот с этими модификациями, которые они хотят сделать, контролировать выборы будет просто невозможно. То есть, все, кто захочет, может ими регулировать так, как они хотят. Ну, а те, кто захочет, естественно, это те, кто находится сегодня у руля власти. А как мы знаем, и в Конгрессе, и в Сенате с вице-президентом Камалой Харрис, большинство. Ну, о Белом доме я вообще не говорю, хоть там, собственно говоря, никто и не показывается на людях. Ну, большинство все равно остается в этом распоряжении. Так что, кто будет рулить процессом, понятно и без каких-то дополнительных объяснений. К чему это может привести? А привести это может просто к тому, что в Америке воцарится однопартийная система. Причем совершенно целенаправленная и никем не исправляемая. Единственная надежда остается все-таки на то, что, в общем, Америка, с учетом того, что до последнего времени она все-таки как-то придерживалась каких-то демократических принципов, все-таки сможет пойти по обратному пути и восстановить вот эти вот принципы, или, по крайней мере, политическое равновесие. Равновесие я имею в виду то, что когда обе партии, независимо от того, кто в большинстве, а кто в меньшинстве, играют на равных, они начинают заниматься подтасовыванием карт. Как мы видели в последние, в ноябре, вопиющие моменты. Ну, а в течение всего того, что происходило, то есть все, что сейчас мы наблюдаем, мы видим, это именно и есть подтасовка политических карт. Пасьянс раскладывается беспроигрышный, а кто выигрывает, ну, я уже сказал, не хочу повторяться. Игорь, тут сразу же вопрос. Хорошо. То, что эти шулера делают, это для нас не секрет, это мы за этим наблюдаем уже не первый месяц, не первый год. Шулера, понятно, кто, понятно, что мы имеем в виду демократов, мы имеем в виду демократическую партию, ее верхушку, ее, в общем-то, правящий ныне класс. Но смотри, есть же еще оппозиция или ее нет? Есть республиканцы вообще в природе, которые в том же Капитолии, вот сейчас он в колючей проволоке, он отгородился от народа, от всего, это здание огородили, все замечательно. Ну, вот есть там люди какие-то, которые что-то не просто в твиттере пишут, там какие-то там, причем очень осторожные комментарии. Что делают они, в свою очередь? Оппозиция, естественно, есть, но оппозиция, она не особо действенна, потому что все решается минимальным большинством. То есть, 51 против 50, этого достаточно. Ну, не все же, Игорь, извини, не все же законы, только по большинствам, какие-то законы проходят вообще-то, надо иметь 60 голосов, как я помню? 60% голосов, да. Ну, да, 60%. Да, ну, 60%, да. Это и есть 60%. Но, все так, но, тем не менее, в последнее время демократы пытаются внести какие-то коррективы в это голосование. Как мы видели, им это удалось довольно успешно, то есть, все последние резолюции, которые были утверждены в Нижней Палате, были отправлены в Верхнюю Палату, и ни одна из них не была отвергнута. Три поправки, три корректива, вернее, были введены в последнюю резолюцию, утвержденную резолюцию о стимульсном бюджете, но не благодаря вот этому перевесу, а благодаря тому, что сами демократы внутри демократической партии, есть еще люди, которые тоже пытаются бороться с чем-то, но я бы сказал так, борются они достаточно вяло, с одной стороны, неохотно, и их с каждым днем становится все меньше и меньше. Но, тем не менее, им удалось добиться все-таки каких-то результатов, и, например, вот эти факторы, о которых я говорю, коррективы, это исключение из пакета стимула минимальной заработной платы в 15 долларов, это сокращение дополнительной выплаты по пособию по безработице с 400 долларов до 300, и еще одна корректива была незначительная, по-моему, в отношении продления выплат по безработице, пока на сегодняшний день остановились на сентябре, а все остальное осталось таким же, как предлагали демократы, причем самое интересное, что вот если кто-то из наших слушателей сможет мне объяснить, каким образом пакет стимула, связанный с пандемией, включает в себя дополнительные финансирования абортов. Это что, просто из-за того, что люди сидели дома, поэтому аборты надо оплачивать государству, или как? Ну, аборты, то, что мы уже говорили, наверное, у кого-то, может, оскомину набило, но, тем не менее, гендерные исследования в Пакистане, а как выяснилось еще и в Афганистане, а, возможно, мы и не знаем и другие страны, которые тоже подпадают в этом перечне наших расходов. Ну, естественно, вообще вся эта резолюция, одобренная Конгрессом, насчитывает почти 700 страниц, так что там может быть все, что угодно, как говорится, демократ ногу сломает. Нет, а скорее кому-то шею свернет эта вся история, потому что, я не знаю, противодействие вот какому-то такому безумию, оно в основном проистекает на уровне каких-то отдельных штатов, ты согласись, да? Вот, возьмем, значит, Саус-Дакота, возьмем Техас и так далее. Вот мне понравилось, мы сегодня только опубликовали в континенте у себя, относительно Грейхаунда, относительно компании, которую фактически обязали перевозить с границы, вот тех, кто ее перешел, и больных, и здоровых. Так вот, в общем-то, президент компании, в общем-то, отписал, что он заботится о своих работниках, он заботится о сохранности их жизни, здоровья и так далее, и он не хочет заниматься этими перевозками людей, которые, в общем, непонятно, не проходят даже проверку, не на вшивость, на вшивость бы тоже надо, но на пандемию. На самом деле, это как раз то, о чем я хотел сказать сейчас, о том, что в Штатах ведется определенная борьба и противоборство, пока я бы назвал это так. Я не буду называть это словом сопротивление, потому что это уже делают демократы, начиная с 2017 года, с января месяца после принятия присяги президентом Трампом, то есть, у них уже появилось такое слово в их политическом словаре – сопротивление, resistance, или как во Франции это называли – resistance. Так что здесь я говорю просто о противоборстве. Вот, например, штат Айдаха сегодня показали. Байден подписал указ об обязательном ношении масок во всех 50 штатах. Что произошло в штате Айдаха? Люди собрались на центральной площади перед Сенатом местным штата и сжигали демонстративно маски. Причем на одной маске, я видел это по телевизору, в новостях показали, была надпись «Байден Сакс». Вот так даже, да? Ну, я цитирую, это как бы не мои слова, я просто говорю о том, что я видел. Ну, наверное, есть подозрение, что это собрались белые супремасисты раз, что это, в общем-то, противники БЛМ, Антифы и прочих организаций. И явно никто на одно колено не вставал при этом. Ну, то есть, понятно, что к ним надо применить самые строгие меры. Как ты считаешь? Да, самые строгие меры, высшая мера социальной защиты, как это называлось в свое время. В прокуратуре под руководством Андрея Януаревича Вышинского. На самом деле, перейдем к тому, что в Америке, слава богу, отсутствует вертикаль власти. Поэтому легисплатура штатов имеет определенное значение. И если в Конгрессе или в Сенате, вернее, в Конгрессе, в Нижней и Верхней Палате представителей будет одобрен и принят новый закон о выборах, то, в принципе, легисплатура штатов имеет право, по крайней мере, сделать попытку его оспорить. На основании, как это мы уже видим, указ Байдена в отношении замораживания депортации был довольно легко отменен в штате Техас. Есть еще несколько других штатов, которые тоже пытаются оспорить Сенте. То же самое было, кстати говоря, и во время трамповских указов. Правильно. Но он был отменен. Но это не мешает принимать. Вот смотри. В одну сторону отправляют, кто подлежит депортации. А с другой стороны, он изменил, опять же, законодательную базу. То есть, указ принял. И все. И Мексика нас теперь исправно снабжает тем, кого раньше не подпускали к границе. Их дела рассматривали, пока они в Мексике сидели. И, опять же, дети. Совершенно верно. Но мы сейчас говорим не об иммиграционной реформе, а мы говорим о выборах. Так сказать, о перспективе будущего. Потому что то, что происходит сейчас на границе с Мексикой, это, конечно, полное безобразие. Даже хотя бы в том, что дети, которых разделяют с родителями, так же, как это было и при Трампе, и при Клинтоне, и при Обаме, содержатся в ужасающих условиях. Намного худших условиях, чем это было во время последних четыре года. И левые каналы, коих, как мы уже установили, 92%, об этом молчат. Просто избегают эту тему. Но когда это было в отношении Трампа, когда дети сидели в палатках, а не в клетках, как сейчас подчеркиваю. Я не говорю о том, что палатки – это хорошо. Никакого сомнения, что это можно было как-то еще улучшить. Но ситуация была такая. Не оправдываю сейчас никого, вообще не делаю никаких выводов. Но клетки – это вообще безумие. Дети – дети не животные. И те же самые конгрессмены, которые и сенаторы, которые с таким гневом осуждали это поведение, и это решение СУС и иммиграционных служб, сейчас молчат. Та же самая Аказия Кортес, которая выходила, приезжала туда на границу со слезами на глазах, сравнивала это с конституционными лагерями. Что она вообще знает о конституционных лагерях? Это Аказия Кортес. Я уже в прошлой передаче посоветовал ей из Конгресса отправиться в Голливуд, где ее примутся с простертыми объятиями. И можно даже снять фильм. У меня есть название. «Новые приключения Шурочки». Ну, хорошо. Фильм фильмом. Да, но вернемся к выборам. Так сказать, к перспективе. Вернемся после перерыва, извини. У нас сейчас надо нам уйти на рекламную паузу. Единственное, я добавлю, очень хорошо увидел фотографию, когда все дети в майках были, и там было желанное для них, и очень важная фамилия Байдена. Вот этим уже их снабдили. А вот всем остальным, ну, посмотрим. Хорошо, мы уйдем ненадолго на рекламную паузу, а потом вернемся и продолжим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос или прокомментировать то, о чем говорят наши ведущие. Ну, а пока продолжим. Да, добрый день еще раз. Микрофоны я, Игорь Цезарский и Игорь Туфельд, мой коллега, журналист-политолог из Бостона. Игорь, ты тут? Пауза закончилась. Мы можем продолжать. Вот теперь ты можешь продолжить свою мысль о том, что мы обсуждали. То есть, вопросы как и выборов, так и нелегативных. Или давайте попробуем принять звонок, поскольку... А у нас есть звонок, хорошо, давай примем. Слушаем вас. Алло, добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые Игори. Я прошу прощения за свой вопрос. Может быть, это просто мою игнорность показывает. Но я недавно прочитала где-то в нашей прессе, что примерно 9% этого Стима Лес Билла будет людям и, ну, на пользу Америки. Остальное будет на пользу разным другим. Вот не могли бы вы мне подсказать, где я могла бы прочитать это? Что на самом деле делается? Хорошо, Игорь. Ты можешь ответить? Я могу об этом ответить. Во-первых, это не совсем так, как вы говорите, потому что 9% этого стимулисного пакета идут непосредственно на помощь и на ликвидацию последствий пандемии. То есть, это включает в себя дополнительные выплаты, продление выплат по безработице, дополнительные выплаты по безработице, средства, которые идут на оплату вакцин и прочие медицинские потребности, которые, соответственно, вытекают из этого. Помощь малым бизнесам, помощь школам и так далее. Вся эта сумма, там много всяких пунктов. Я уже сказал буквально несколько минут назад, что весь этот проект насчитывает почти 700 страниц. Остальные, 91% идут на другие финансовые затраты, которые, в общем-то, прямого отношения к пандемии не имеют. Но не обязательно эти деньги вытекают за пределы Соединенных Штатов. Я объясню вам, в чем дело. Во-первых, в этот пакет включена помощь нелегальным иммигрантам, которые тоже должны получить такие же чеки по 1400 долларов на человека и 600 на ребенка. Туда входит также пакет помощи, включающий медицинскую страховку для нелегалов, социальные службы, фудстемпы и прочее, прочее, прочее. А часть денег уходит, как тоже я только что говорил, на аборты. Часть на помощь развивающимся странам гендерные исследования в Пакистане, гендерные исследования в Афганистане на борьбу с экологией. Вот, кстати, говорят, борьбы с экологией. Я бы хотел здесь продолжить то, о чем я говорил до перерыва. Потому что, на самом деле, при всем том противоборстве, которое ведется, политическом противоборстве в Вашингтоне, существует легистратория штатов, которая ведет как бы автономный образ жизни. Они, в общем-то, не связаны с федеральными властями непосредственно и имеют право обжаловать любой их указ, что и происходит на сегодняшний день. Мы говорили о Техасе, а на самом деле на сегодняшний день есть уже 12 штатов, которые подали иск и отказываются выполнять требования и указы президента Байдена. Все это связано с его новыми экологическими нововведениями, которые в этих 12 штатах просто не хотят принимать и, я уверен, наверняка отвергнут их в ближайшие дни, буквально ближайшие дни. Так что все, что принимается в Вашингтоне, все, что принимается в Белом доме, не означает, что это основная окончательная инстанция. Да, ну вот получается действительно так, что противодействие, мы не ради противодействия, не ради противодействия, а вот все-таки оно на штатном уровне происходит. Но у нас есть звонок и попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, вы перечислили много неприятных и вот одну приятную новость о суде, который не там и сотен, не там и чеканин, который начал иск расследование по делу выборов 2016 и 2020 года. А вот вы сказали, что это приятная новость, а как же что будем делать с этой новостью? Ведь поезд Байдена безвозвратно ушел, его не вернешь, и он останется в любом случае, если даже мы докажем, что эти фальсификации были на выборах. Спасибо. Спасибо за вопрос. Игорь, пожалуйста. Если судья признает, что фальсификации были, кстати, я хочу здесь уточнить, я не сказал об этом, что судья принял такое решение после того, как получил результаты криминальной проверки системы Доминьон, машин системы Доминьон. Доминьон собственно говоря, он увидел какие-то факты, которые привели его к решению возобновить это дело. Если в конечном итоге будет вынесено официальное судебное решение, по крайней мере в одном штате, это будет означать, что на следующих выборах у машин системы Доминьон могут возникнуть и наверняка, я уверен, возникнут очень серьезные проблемы, по крайней мере в тех штатах, где находятся республиканские законодатели, республиканская легисплатура. Это то, о чем я, собственно говоря, начал говорить и должен вас благодарить за то, что мы вернулись опять к этой же теме, поэтому здесь бы я хотел развить то, что легисплатура штатов, а их на сегодняшний день из 50 штатов, большинство находится в руках республиканцев. Поэтому это, в общем, достаточно серьезное противоборство тому, что будет приниматься в Вашингтоне. И вот это единственная и на самом деле реальная надежда противоборства и борьбы со всеми решениями, которые принимаются на сегодняшний день в Вашингтоне. На самом деле я был менее оптимистичен буквально несколько недель тому назад. Сейчас я даже объясню, почему мне оптимизм увеличился. Дело в том, что на самом деле у демократической партии для того, чтобы ввести вот все эти радикальные изменения, которые приведут к однопартийной системе, есть не так много времени, только два года, потому что в течение двух лет через два года, как мы знаем, будут выборы, промежуточные выборы в Конгресс, в Нижнюю Палату представителей и в Верхнюю Палату представителей. За это время, если им удастся, что, на мой взгляд, на сегодняшний день крайне проблематично добиться перевеса и в Нижней, и Верхней Палате представителей, то тогда можно говорить о том, что ситуация практически безвозвратно ухудшится. Я надеюсь, что этого не произойдет, и вот именно легислатура штатов, которая пока еще находится в большинстве, республиканской легислатуры штатов сможет противоборствовать, и на самом деле этот процесс может занять больше, чем два года, поэтому шансы есть, и, в общем, неплохие, я бы сказал. Будем смотреть, у нас есть еще звонок, попробуем принять. Добрый день. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вот в своем выступлении сейчас вы сказали, что сейчас на границе разделяют детей и помещают их в клетки, чтобы они не животные. Что из себя представляет эта клетка? Потому что, по моим сведениям, насколько я знаю, раньше их поселяли в домах и клали спать, единственное, на полу на подстилочках, так же, как в детских садах американских. Так вот, что из себя представляет клетка? Объясните, пожалуйста, я послушаю по радио. Спасибо. Спасибо. Игорь, пожалуйста. Клетка, собственно говоря, что здесь можно объяснить? Клетка, такая клетка, как в которой держат животных. А единственное, что размеры, вроде бы, там более-менее приличные, там можно передвигаться, это не то, что там конура собачья, где нужно лежать, сложившись калачиком, но все равно это, в общем, такое отношение вообще к людям, независимо от того, кто они, в общем, недопустимо. Если этот человек преступник, его сажают в тюрьму, по сути дела, в ту же самую клетку. Что такое тюремная камера, тем более в американских тюрьмах, это комната, которая с одной стороны огражена и с двумя, с тремя сторонами, если есть окна, везде находятся решетки. То есть, это можно приравнять к клетке. Здесь речь идет о настоящих клетках, ну, довольно просторных, я не знаю, правда, сколько у них детей содержится, я не был на границе, но я видел эти кадры по телевизору. И в них дети могут передвигаться, и, в общем, в отличие от того, что происходило во время администрации Трампа, это, конечно, несравнимо. И, кстати говоря, действительно, когда было холодно, их держали в домах, когда было тепло, разбивали палатки, и, в общем, ничем не ограничивали их передвижение. Сейчас это не так. Ну, сейчас с другой стороны увеличился их приток, и более того, их переправляют потом уже вглубь страны, и вот считай, это первый шаг к тому, что они останутся, как говорится, там, где, куда они прибыли. Хорошо, у нас есть звонок, добрый день, слушаем вас. Я считаю, что клетка, это, видимо, для того, чтобы легче контролировать насилие, потому что там невероятно высокий уровень насилия среди этой публики, и в клетке детей, по крайней мере, видно. Это первый. Второй у меня вопрос по поводу резистанс. Значит, насколько я знаю, партия оппозиционная может заблокировать голосование, то есть, почему республиканцы этого не делают, по крайней мере, они этого не делают. Демократы же блокировали голосование по каким-то вопросам. Республиканцы, наверное, тоже это могут сделать в Сенате. Все. Спасибо. Игорь, пожалуйста. На самом деле, республиканцы сейчас не могут это сделать. В Сенате, опять же, речь идет о том, если речь идет о непосредственном большинстве, то у республиканцев большинства на сегодняшний день нету. Большинство у демократов соотношение 50 на 50, но голос вице-президента Камалы Харрис добавляет один голос к демократам. Но есть другое противоборство в лице сенатора Манчина, который уже заявил, как раз сегодня он сделал это заявление, что он будет выступать на стороне республиканцев и таким образом блокировать голоса и резолюции в Сенате, причем это только речь идет о Сенате, все начинания демократической партии, которыми он будет не согласен и которые не будут учитывать требования республиканской партии. То есть, если сенатор Манчин будет голосовать за, и ни один республиканец не будет голосовать против или наоборот, то таким образом республиканцы смогут заблокировать голоса демократической партии при принятии резолюции, вернее, закона уже, потому что мы сейчас говорим о Сенате. В отношении того, что это было в прошлом, это так, но надо учитывать тот факт, что не все республиканцы голосовали против принятия резолюции, и не все демократы это поддерживали. Таким образом, республиканцы были в состоянии заблокировать то или иное начинание, как это было. Самый характерный пример, это голосование о системе здравоохранения, так называемом Обама Кир. Как мы знаем, сенатор, покойный сенатор Маккейн, еще несколько республиканцев проголосовали против. Таким образом, это начинание было заблокировано. Да, было такое дело. Хорошо, давай вернемся все-таки к 22-му году. Легистратуры примут определенные какие-то, возможно, законы в тех или иных штатах относительно выборной системы. Но, что-то подсказывает, что если не будет каких-то интересных процессов судебных, в том числе по поводу Доминион и вот этих всех вещей, и не только машин, а теми, и о тех, кто ими управлял, то большая вероятность, что независимо от воли изъявления народа, голосование будет сделано таким образом, как это было в ноябре. Есть такая же вероятность? Ну, конечно, есть такая же вероятность, но это как раз то, о чем мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Один из наших слушателей уважаемых задал вопрос, к чему это приведет вот эта положительная радостная новость, о которой я сообщил. Вот она приведет именно к тому, что система Доминион будет запрещена, по крайней мере, если не во всех штатах, но больше, чем в половине штатов она будет запрещена. А возможно, тогда уже и Верховный суд поведет себя иначе, что, на мой взгляд, на сегодняшний день сомнительно, но, тем не менее, вероятно. Ну, вероятно, да, но я так, я уже не хотел бы быть в роли Кассандры, но если Верховный суд пойдет такими семимильными шагами в сторону от вообще своей миссии, так сказать, то, вот помнишь, сколько мы поминали неким недобрым даже словом покойную судью Гинсбург, да? Ну, собственно говоря, ну и что, вот нет, уже она в лучшем из миров, а тут вот происходит что-то такое, что вполне, наверное, ее оттуда, она может порадоваться, наверное, за своих коллег, как ты думаешь? Ну, я не знаю, может ли она порадоваться или нет, у меня нет связи с внешним миром. Я тоже как-то еще пока отсутствует, ну так, предположить мы можем. Ну, скажем так, что если бы она присутствовала при заседании, то нет сомнений, что она бы одобрила все эти решения. Несомненно, то есть, получается, дело-то ее живет, независимо от того, сколько копий было сломано по поводу вот кандидатур, и в принципе ведь трое, трое судей пришло в период, когда на самом деле это не совсем так, потому что, как известно, самое судьбоносное решение, которое было отвергнуто в декабре прошлого года, шесть проголосовало за, трое проголосовали против. Так что, все-таки, кто это, потому что анонимное было голосование, мы не знаем. Нет, это уже говорит о том, что трое, трое есть, и возможно, что эти трое именно те, которые были назначены президентом Трампом. Ну, 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 это нет, это нет, нет, уже известно, кто это, уже же названо было, почему? Это судья Томас, судья Алита и судья Горсач, вот один из назначенных, да. Нет, Алита как раз не голосовал против, я имею ввиду голосование в декабре месяце, когда Техас подал иск по поводу шести штата. Алита выступил с заявлением и объяснил, почему это не может быть принято. Ну, правильно, нет, подожди, ну, стоп, ну, когда голосование было, вот три голоса, вот эти три голоса, насколько мне известно, были вот перечисленных судей. Что он заявление сделал, он это сделал заявление уже от Верховного Суда как такового, но когда они голосовали, вот так распределилось. И, кстати говоря, вот в этой связи Робертса уже не трогали с ним, как бы понятно все давно, а вот по поводу судей Барретт и по поводу Кавана там было высказано определенное не просто фе, а пояснение, почему, возможно, они вот сочли, вот, скажем так, правильным голосовать против. ну, вот так, против рассмотрения, да. Вообще, это уникальная вещь, в общем-то, это вопрос уже такого процессуального характера, который, по идее, Верховный суд, ну, как бы его, это дело рассматривать, это не то, что где-то кого-то обвинять или кого-то наоборот миловать, да, это же вопросы их как бы действия, вот это интересно. Так, у нас есть еще звонок, мы попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, будьте добры, во-первых, очень интересно, передачи, спасибо, вопрос-то вот какой, вы сказали, что нелегалы могут, будут получать по тысяче десять, но все ли нелегалы, что нужно, какие-то основания нужны для того, чтобы получать эту сумму? Я вас послужу по телефону, я вне радио, если не возражаете. Пожалуйста, конечно. Игорь. Дело в том, что на сегодняшний день официально зарегистрировано 11 миллионов, реально нелегалов больше 20 миллионов, как предположительно, потому что мы не можем говорить о точной цифре. Как будут распределяться средства, насколько я понимаю, для того, чтобы получить какие-то средства, человек должен быть где-то зарегистрирован. Если он зарегистрирован, допустим, в налоговом управлении, что исключает соответственно иммигрантов, нелегалов, то таким образом будут объявлены какие-то новые социальные службы, которые будут заниматься этими. То же самое, что все будет основано на бюрократической процедуре. люди должны будут прийти, должны будут где-то зарегистрироваться, и таким образом получат свои деньги. Как в городах убежища, да все там отработано, есть города убежища, где уже и службы эти есть, и они знают, куда обратиться, то есть это все уже работает. в таких штатах, где поощрялась в течение последних лет нелегальная иммиграция, это все уже отработано, и поэтому все это не будет какой-то серьезной проблемой. Конечно. Так, у нас есть звонок, может еще один мы успеем принять. Добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Не дождался слушателя. А, ну хорошо. Хорошо, тогда мы уже наверное будем подходить к концу. Я еще раз хочу напомнить о том, что наши передачи, которые мы записываем на ютубе, это называется ТВ Клуб Континент. Наш клуб, он такой дружественный к людям, которые тоже дружественны, которые включают голову, когда хотят о чем-то говорить и что-то узнать дополнительно. И я рад сообщить, что действительно у нас очень много хороших и интересных собеседников. И, собственно говоря, вы можете послушать наш эфир, который был с одним из любимых вами комментаторов на народной волне с Иваном Денисовым. там был разговор весьма интересный сенаторе Маккарти. Следующая передача была вот с моим сегодняшним собеседником Игорем Туфельдом. с ним мы постоянно что-то там записываем, обсуждаем новости. Вот. Игорь, единственное, я вот напомнив об этом, может быть, тебе еще одну минуту могу дать, что характерно, может быть, для 8 марта ты найдешь какую-нибудь интересную информацию, более веселую, скажем так, и приятную. Веселую я могу найти только в отношении того, что погода меняется, собственно говоря, в лучшую сторону, что невиновимо. На самом деле этот праздник был как-то приурочен к весне. Есть несколько теорий и таких домыслов о том, откуда произошел этот праздник. Одни связывают это все-таки каким-то образом с праздником Пуим, где, как известно, женщина по имени Эстер спасла евреев от уничтожения. Другие связывают это наоборот с маршем нью-йоркских проституток в 1837 году. Третьи говорят, что все это затеяли Клара Цеткина и Роза Люксембург. В общем, так или иначе мы поздравляем женщин с этим веселым праздником, радостным праздником. Да. А мужчинам напомним, что цветы можно не только 8 марта дарить. Все. Спасибо, Игорь. Спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч. До свидания.